Всем привет! Меня зовут Люба, я рада приветствовать вас на моем канале. И сегодня мы с вами продолжаем разбирать шоу «Новая фабрика звезд» на ТНТ. Традиционно мы с вами начнем с обсуждения того, что произошло в реалити за неделю. Там, как всегда, было не так много интересного, но все-таки кое-что нашлось. Я все время по привычке говорю реалити, но здесь это называется не реалити, а дневники. Ну да ладно. Напоминаю, что в прошлый раз нас покинули два участника. Многие, кстати, спрашивали в комментариях, а кто же ушел второй? Ушел вторым Саша Малахов, тот, который сначала был испытан Анной Седоковой и ее голой попой, а потом впоследствии из него сделали какое-то яйцеголовое чудо. Ему просто даже не дали последнее слово сказать, настолько какой-то переполох был на сцене. Ну, типа, ушел и ушел. Иди. Ну и самовыпилился Лео Канделаки. Я уже скучаю по нему, если честно. Лео, call me. Саша Круг очень грустит из-за того, что Лео ушел, потому что они так сдружились. Что ты до сих пор грустишь? Никто не ворчит и не говорит умные вещи с утра. Вообще тут забавно. По-моему, первые два, а то и три выпуска реалити постоянно так или иначе нам показывают, как все грустят именно из-за ухода Лео. Никто не вспоминает Сашу Малахова. Все лишь показушно на камеру страдают по Лео. Прямо, знаете, как по методичке. Сейчас бы вот этой тишины не было, Лео бы что-то умное сказал. Он очень красивый ушел. Очень. Ну, ребят, я не знаю, как это для вас выглядело, но для нас со стороны это было не красиво, а очень-очень кринжово. Просто, знаете, вот реально было жаль глаза, которые это увидели. Вообще вот эти дневники фабричные поражают. Каждая серия идет, ну, примерно 20 минут. 22 минуты, 23, ну, да, типа того. И вот из этих 20 минут, 8 минут нам показывают, как ребята занимаются растяжкой. Вот кто может это вынести? Вот меня не заставишь ни за какие деньги смотреть, как кто-то занимается растяжкой. И вот такое происходит постоянно. Или там придет какой-нибудь педагог по сценическому мастерству, и вот 10 минут из 20 мы смотрим на его мастер-класс. Хотя это не очень интересно. Ну, типа кусочек показать, окей, но не полсерии этим занять. Рекламные интеграции, конечно же, продолжаются. Я бы, конечно, хотела такие волосы, как у тебя. Слушай, я тебя прекрасно понимаю. Кстати, мне Настя посоветовала вот эту линейку, и я решила взять все. Пожалуйста, кто-нибудь выдайте им уже лошадиную силу. Лошадиная сила, вам нужен контракт срочно с новой фабрикой звезд. Полина Быковская считает, что уже ну так они задрали планку, что дальше некуда. Есть ощущение, что мы и вся команда очень сильно задрала планку. И как будто бы невозможно подняться еще выше, еще мощнее. Что сделать еще? Какие поддержки? Какие постановки? И тут мне хочется сказать, чего? Какую планку? Какие номера? Никаких постановок нет, ничего нет. Маленькая сцена, выходят, поют, сзади кто-то танцует, все. О какой планке, говорит Полина, если честно, я пока не очень поняла. Приходят Жуков и Шнуров. Ну, как приходят? Шнуров приходит, а Жуков опять онлайн. Он почему-то просто игнорирует посещение Звездного дома, хотя на концертах мы его видим. Шнуров от своей команды номинирует. Эстер. Жуков номинирует Дашу Кочневу. Даша. А вот не надо было говорить, хочу к Шнуру, хочу к Шнуру. И третьего участника номинирует Юлия Сумачева, это продюсер White Media. А я номинирую Вадима. Два человека из моей команды. Это тот, который терминатор. И вот тут наконец до меня дошло, какая же тупая система, насколько что-то не так пошло с этим шоу. Казалось бы, вроде они давно его готовили, оно же должно было раньше выйти, но вышло вот только сейчас. А такое чувство, что продумали буквально не я. Да, все помнят этот мем замечательный. Те, кто смотрел Трушную, да, старую фабрику, помнят, что там никогда не было никаких команд. Были сплошняком ребята и были наставники, один или несколько, которые ими занимались. Здесь зачем-то их поделили на эти команды. Немножко, да, так песни на ТНТ сюда вмешались. Но при этом номинанта три. Две команды и три номинанта. То есть каждый раз один из наставников должен номинировать из своей команды двоих. Ну, кто-то из них. Кто-то видит вообще в этом логику? Мне кажется, это просто какая-то полная бредятина. Тогда уж надо было четверых номинировать или по одному от каждой команды. Почему три? И вот реально, это как будто люди, которые делали этот проект, они слышали звон, да не знали, где он. Они такие, так, фабрика звезд, там всегда было три номинанта, значит и у нас будет три номинанта. А то, что они их по командам распихали, это ладно. Самым главным лейтмотивом всех вот этих дней будет тянуться пассивная агрессия Полины Быковской к Никите Уфимцеву, который, как вы помните, в предыдущих сериях реалити Саше Кругу признался в том, что Полина ему нравится. Видимо, Полина тоже это знает. А, ну да, он же ей сказал. И она начинает его есть. Итак, первый эпизод поедания. Никита явно пытается проявить к Полине какую-то заботу, что мы слышим из диалога. Но Полина на это реагирует как-то очень агрессивно. Я встаю, специально отворачиваюсь камеру, иду вот так вот, просто чтобы подойти к такой раковине. Ой, это ужасно. Все, я выдохла, и Никита такой. Два раза спрашивает. Ты плачешь? Ты плачешь? Ты плачешь? Ну, это реально выглядело, как будто, знаешь, специально. Второй день дневников начинается с того, что ребята на камеру оправдываются, почему они все голосовали за Лео. Я бы и так ничего не поменял, но я отдал свой голос Лео, чтобы у ребят как минимум остался равный счет, я не знаю. Я объясню, почему я в целом голосовал за Лео. Ну, во-первых, потому что мы с ним очень хорошо сгружились на этом проекте. Вадим Терминатор, я его теперь так всегда буду звать. Вадим Терминатор почему-то ходит по дому в кроссовках и розовом халате. Хилькевич продолжает демонстрировать странное поведение и общаться с ребятами как с идиотами. Ну что, ну я рада вас видеть. Сегодня мы с вами... Я смогу познакомиться с вами поближе, с вашей командой. Че такое спугунное? Нет. Это я залипла просто. Да. Че такая грустная? Че такая испуганная? В этом как будто тоже вот на грани какая-то пассивная агрессия прорывается. Ну вот что-то вот есть такое странненькое. А ты че такая грустненькая? А ты че такая испуганная? Зай. Ты в порядке? Это же реально. Второй эпизод поедания Никиты Уфимцева Полиной Быковской. Сначала она докапывается до него, кому он посвятил свою песню, которую он пел на прошлой номинации. Она называлась «Твои губы пахнут миром». А про кого песню, Никит? Про кого песню? Да. Ты же ее здесь написал? Да. Да, реально ты ее здесь написал? Я написал тут ее. Про кого песня? Слушай, да я просто вдохновлялся историей жизни. Нет. Я... Не думай долго, просто отмечай, Никит. Да я понял. Она в любом случае из жизни, понимаешь? В любом случае из жизни. Нет. Она как-то снова с такой агрессией это спрашивает. Никита что-то мнется, что-то начинает нести, там про какую-то любовь из детского садика. Не была неразделенная любовь с садикой до 11 класса. Такие они детишки еще, конечно. Ну да ладно. Я не очень понимаю, что Полина ждала. Какой ответ? Что он скажет? Это про тебя! Это твои губы! Я нюхал, и они пахнут миром. Или ей надо было прям конкретно. Пароли, явки, имена и совместные фото. Да может, он вообще никому не посвятил. Сидел, сидел, что-то там брякал. По рифме подошло. Так и добавил. Что, никто так не писал песни никогда, извините? Наступает следующий день, но мало что меняется. Мы продолжаем наблюдать за тем, как развивается пассивная агрессия в сторону Никиты Уфимцева. На самом деле, больше всего в этом участвует Полина Быковская и ее новоиспеченная подружка Настя Ким, которая все время стоит с выпущенными и испуганными глазами, и которая на прошлом концерте пела Лабутены. Ну, точнее, эта песня называется не Лабутены, а Экспонат с группой Ленинград. Настя Ким на кухне так между делом рассказывает Вадиму Терминатору о том, что, по ее мнению, Никита зазвездился. Опять же, ну напел и напел, что за бред вообще. Может, он эту песню услышал, может, он прикалывается, ходит, типа, о, пипец, я звезда в звездном доме, так тяжело. Настолько они просто вот каждому слову начинают цепляться, что это, ну, прям напрягает. Мне, конечно, сложно судить, я не живу там, я плохо знаю ребят, я сужу только по тому, что я вижу, но Никита очень не похож на зазвездившегося человека, он не похож на человека, который считает себя какой-то там звездой, чего нельзя сказать о той же Полине, да даже о той же Насте, да, ну ладно. Тем временем Полина получает цветы от таинственного поклонника, и, как всегда, с бурей эмоций на лице на это реагирует. Красивая цветы, спасибо, но не надо было. Полина у меня вызывает очень противоречивые эмоции, я это скажу, прежде чем мы перейдем дальше. С одной стороны, она яркая, красивая девушка, мне действительно понравилась ее песня. На прошлом концерте, несмотря на рифму, седая ночь играла там всю ночь, да, опустим. Но вот этот вот холод, который она собой распространяет, она такая снежная королева закрытая, у нее вечно просто ноль эмоций на все, и такой немножко высокомерный вечно вот этот взгляд, это не вызывает симпатии, да, мягко говоря. Складывается ощущение, что единственная эмоция, которую она может проявлять, это вот эта эмоция презрения ко всему миру. Иногда хочется ее прямо потрясти, сказать, проснись, девочка, встряхнись, приди в себя. Но вот она вся такая какая-то немножко ледышка. Никита Уфимцев идет к психологу, там он делится тем, что на самом деле ему сложновато после того, как вот он был номинирован в прошлый раз, и те люди, которые казались ему друзьями, голосовали не за него. Честно, я пока еще не понимаю, как мне смотреть в глаза людям, которые просто пришли мимо меня. Многие проходили, и это были те люди, от которых я не ожидал. И в конце их разговор становится совсем личным, они затрагивают родителей, Никита даже расплакался. А у родителей есть повод просить у тебя прощения? Я думаю, да. Ну как бы, да, начинает немножечко колпачок-то подтекать у всех, да. Мы это с вами уже много раз наблюдали. Вдали от дома, под камерами реали, текучи новых людей вокруг, стресс. Начинает немножечко это все на них влиять. И вот после того, как Никита выходит, собственно, из кабинета психолога, снова начинается какое-то лютое бычелово от Полины Быковской. О май гад, так вот почему. О, вот это я, конечно, сьюморила. Никита, где ты был? Расскажи. Я тут сидел. Неправда, неправда. Скажи хоть раз правду, а. Ой-ой-ой. У психолога. Спасибо. Что такое? Разные вопросы были. Ну? О чем вы общались, Никита? Расскажи, пожалуйста. Никита, без драматических пауз спросили, ответил. О моей жизни общались. Ну, пример. Пример вопроса хотя бы одного. Не знаю, чувствуешь ли ты себя счастливым. Моя хорошая, почему должен вообще отчитываться перед тобой? Извини, конечно. Никита, который сидел там, плакал из-за родителей, должен сейчас это выйти и всем рассказать? Почему он вообще должен кому-то рассказывать о том, о чем он разговаривал с психологом? Но Полина не успокаивается. Спросили у Вадима, и он ответил развернуто. А спрашивая тебя, ты не говоришь ничего, поэтому приходится задавать вопросы, которые тебя вводят в тупик. Поль, ну это может быть лично, я еще тоже понимаю. Можно сказать, я не хочу это обсуждать. Ну, там много личного, да, я не хотел бы обсуждать. Это безнавязки мнения, если что. У меня просто вранье очень злит, Никита, извини, поэтому очень не люблю, когда люди врут. А какое вранье? В чем я тут соврал? Еще раз, Полина, возможно, ты посмотришь это видео. А с чего ты решила, что он вообще должен тебе что-то говорить? С чего ты решила, что он должен отчитываться перед тобой? Какое вранье? О чем вранье? Я вот что-то вообще не поняла. На меня прям такая ярость накатила в этот момент. И, собственно, как только Никита спрашивает ее, какое вранье, о каком вранье ты говоришь, они встают с Настей такие и уходят, типа. А какое вранье? В чем я тут соврал? Никита, можешь выходить из образа. Они такие вот те самые две противные подружки-старшеклассницы, которые булят полшколы и все их ненавидят и боятся. Вот какой-то такой вайп от них распространяется. Если уж совсем по чесноку, если уж совсем прямолинейно, то Полина ведет себя немножко как быдло. Вот. И это странно наблюдать от нее. Она вроде такая вся утонченная, такая вся вот загадочная, рыжие волосы, песня о любви. И тут вот такое поведение. Очень странно. Я так понимаю, что ей просто не нравится Никита вообще, вот абсолютно он ей не нравится. И ее раздражает то, что он к ней испытывает какие-то чувства, он ей зачем-то про это еще сказал. И она таким образом вот самоутверждается, что ли. Ну, это мое мнение. Я не психолог. Не знаю, если у меня сейчас найдутся здесь в комментариях психологи, психотерапевты, психиатры, напишите, как вы считаете, с чем может быть связано такое странное агрессивное поведение от Полины. В финальном дне особо ничего интересного не происходило. Единственное, что мне резануло и о чем хочется сказать, это Соня Полозова, которая в разговоре с Полиной Быковской заявила, что она садится на диету и 5 дней будет пить одни соки. Соня у нас на соках сегодня. Еще 5 дней. Все 5 дней? Офигеть. Ты реально 5 дней будешь так? Да. А что? Ну не 5 же дней. Почему нет? Мне странно, что это как-то так было сказано мимолетом, и все, никто на этом не акцентирует внимание. При этом там куча взрослых вокруг, там же есть наверняка и психологи, ну, педагоги, там, все такое. Ей 16 лет или 17 лет, сколько? Она, видимо, решила убить свой организм или что? Опять же, я не врач, я не нутрициолог и все такое. Но я точно знаю, что 5 дней сидеть на соках, это очень-очень плохо для всего организма. Это бесконтрольные и очень мощные прыжки сахара в крови, потому что сок моментально всасывается, и дает тебе вот этот вот удар, да, сахарный. Ничего полезного и хорошего в этом нет, более того, это очень опасно. Я надеюсь, что Соня все-таки образумится, не будет это делать. Ей, видимо, что, ей сказали, что и худеть надо срочно или что? Ну, для того, чтобы похудеть, надо, наоборот, много есть. Просто сбалансировано. Ладно, короче, меня немножко понесло, но просто меня убило это, если честно, и просто до глубины души поразило. Ну, а мы переходим непосредственно к концерту. Открываем мы тем самым джинглом для магазина «Твой дом». Снова, конечно же, фанера. И этот гимн с собакой, он еще такой длинный. Просто так тяжело это слушать до конца, учитывая то, что он фанерный. И, ну, ничего интересного не происходит. Они стоят, открывают рот, каждый раз под одну и ту же запись. Я надеюсь, что к следующему концерту им какую-нибудь открывашку другую придумают, потому что, ну, реально очень скучновато на это смотреть. Есть проблемы у них с попаданием в собственную фанеру. Ну, короче, такое себе. Шнуров и Жуков, как на детском утреннике, сидят, кивают своими головами. Очень-очень странное ощущение, если честно. Сегодня Регина Татаренко в костюме ощипанной птицы. В жюри традиционно Жуков, Шнуров, Гарик Мартиросян, Егор Дружинин, Анна Хелькевич. И пока все. Да, будет один звездный гость, но нам его представить чуть позже. Темы у этого концерта, по сути, нет. Ну, типа, просто дуэты со звездами. Опять. Ну, ладно, здесь не буду докапываться. Как бы на всех фабриках примерно, по-моему, все концерты так и строились. Другой момент, что и звезды за 25 лет почти не поменялись. Ну, да ладно. И первый выступает Полина Быковская с Сергеем Лазаревым. И песня у них «Вкус малины». Ой, не люблю эту песню. Она, кстати, в припеве чисто... Это мои чувства, это моя вера. А кто это пел? Блин, это, наверное, Асти, наверное, да? Артика Асти? Ну, что-то типа того. Ну, ладно. Сладкий вкус малины на твоих губах. Кстати, забыла упомянуть, что Полина Быковская была очень недовольна тем, что ей дали Сергея Лазарева. Типа, такое себе для нее. И она очень переживала, очень нервничала. И, собственно, она не стала, скажем так, в этом номере притворяться, что ей все нравится. Как я уже сказала, Полина начинает прям утомлять отсутствием эмоций. Это смотрелось прикольно в первый раз. Это смотрелось прикольно во второй раз. На сольнике там еще песня такая. Здесь же уже это смотрится странно. Все время вот эта вот маска на лице, она как манекен какой-то, который вынесли на сцену, поставили. И вот она там что-то из себя изрыгает. Если честно, мне кажется, что эта песня ей, конечно, не подошла. Даже после постпродакшена слышно, что она там мазала по ноткам, потому что ей не очень было тесситурно удобно здесь петь. Как-то вот поет она ее как-то, ковыляя, прихрамывая немножко. Очевидно, что эта песня ей не подходит и не нравится. И вот она стоит и просто ждет, когда же это уже все закончится. Лазарев просит ее как раз-таки немножко выпустить зверя, так сказать. Выпускай этот потенциал уже из себя, подари это зрителю. Ну вот да, она как-то вот зависла немножко на каком-то одном и том же уровне. И, собственно, Сергей Лазарев присоединяется сегодня к жюри. И, боже, какие же вайбы хочу к Меладзе, да, у нас тут повеяли. Жюри тоже ее достаточно жестко критикуют. Снова пол Сереженька Полину сегодня, к сожалению. Проснись. Пора уже просыпаться. Такое впечатление, что тебя нужно номинировать каждую неделю, чтобы у тебя что-то немножко срабатывало. Ну, в ее защиту я все-таки скажу, что песня вообще какая-то недуэтная, мягко говоря, и не очень вокальная для женского голоса. Здесь тяжело ей было хоть как-то раскрыться, но, конечно, еще и эмоций не хватило. Но, как я и сказала, она даже и не пыталась их из себя достать. Следующая выступает Настя Ким и Эл Ван с песней «Якутяночка», так как Настя родом из Якутии. Я до сих пор не понимаю, что она там делает, если честно, на этом шоу, как она туда попала. Вот два участника таких для меня. Три. Ладно. Но нет, все-таки два. Это вот Настя Ким и Вадим Терминатор. Это настолько люди вот вообще без стержня, вообще настолько они ни о чем. Но лично для меня я честно не понимаю, как, вот как она прошла кастинг. Возможно, за счет того, что у нее внешность довольно интересная. Не знаю. Очень она опять с трудом поет, опять как будто впервые в жизни, опять испуганные глаза, опять деревянная пластика. Все время она озирается по сторонам. Поет она все время как-то тяжело, как-то очень отрывисто, тяжеловесно. Все время этот звук направлен исключительно в голову, в головной регистр. Мне прям было очень тяжело это дослушать и скучно. Прям казалось, что эта песня никогда не закончится. Вспоминая, как здесь пела Варвара Висборр, легко, задорно и хрустально, да, здесь, конечно, такого настроения нет. Жюри толком ничего не говорят, но тут на самом деле и непонятно, что говорить. То есть нельзя сказать, что это ужасно, да, нельзя сказать, что это прям провал. Нет, ну это просто вот, ну, никак. Следующий выступает Нонна Ягонян, и ей, конечно, достался дуэт, что надо. Это Лариса Долина с песней I Will Survive. Ну, Ларисы, конечно, не хватало на этом новом свежем юном шоу. Лариса гость фабрики звезд вот уже больше 20 лет, да, реально, вот я говорю, что. Идут годы, кто-то взрослеет, кто-то умирает, кто-то рождается. Выпускаются все новые и новые фабрики звезд, новые сезоны, но неизменам остается одно. Лариса. Я все еще жду Кадышеву и Ростовые куклы. Если вы не сделаете мне номер с Кадышеву и Ростовыми куклами, то я просто ученю скандал. Точно, надо, значит, Кадышеву Ростовые куклы в виде коня, солнца и, там, я не знаю, облака, и песню «Широка река», «Глубока река». Кого в дуэт поставить туда? Ваше предположение. Вадима Терминатора. Чтобы мы все умерли просто от кринжа. Сашка Круг, кстати. Да, подойдет, да, по вайбу. Так, я надеюсь, что мои идеи будут услышаны. Здесь, конечно, постпродакшен был какой-то просто нереальный. Я сначала подумала, что это вообще фанера у Ларисы особенно, но я так думаю, что все-таки нет. Она все-таки пела сама, но впоследствии было очень много обработки, и, может быть, даже какие-то куски были переписаны, что очень часто практикуется. Ну, нонна здесь максимально органично. Опять же, я не знаю, что здесь можно сказать. Для нонны такой репертуар – это просто 10 из 10. Я думаю, что она была счастлива, что ей досталась такая песня. Вот поставь ее к Сергею Лазареву во вкус малины – хз, как бы нонна справилась. Там всем было бы непросто. Красивенькая там была двуголосие местами. Местами немножко каша была. Что-то немножко они пытались друг друга переорать, и было сложновато. Но это уже детали. Марти Расян снова обозначает границы, да, чтобы помнили, чтобы знали, чтобы, как бы, да, держали в уме. 18 лет назад были съемки такой программы «Две звезды», в которой мы с Ларисой Александровной выступали дуэтом. Прошло 18 лет, и еще один член нашей семьи, но наша родственница, моя племянница, вы спели с ней теперь уже дуэтом. У тебя еще есть родственники? Вот я хотел сказать. Сколько раз мы это услышим, непонятно. Видимо, каждый раз будем слушать, ладно. Пушнурова какое-то очень болезненное отношение к критике. Лазарев пришел сюда не для того, чтобы лить елей, чем занимаются все вот эти ребята, да. Он реально будет стараться найти какие-то минусы для того, чтобы ребятам помочь усовершенствовать их. И это нормально, да. Это то, чем мы с вами тут занимаемся, между прочим. А Шнуров просто бросается на амбразуру сразу же, хотя Сергей все говорит по делу. Все-таки, когда есть перекличка вокальная, очень важно чувствовать партнера по сцене. Это прям маленькая ложка дегтя. У меня нет никаких нареканий, в отличие от Сергея Лазарева, который любит добавлять какую-то ложку, как он говорит, небольшую дегтя. Я вообще не поняла, что Шнуров так бросился, если Нона даже не из его команды. Ну ладно, так чисто, на всякий случай, да. В следующем выступают Аркадий Евтушенко и Буррито с песней «Мама». Аркаша, солнышко ты мое ясное, Лукошечка ты мое краснодарское. Аркаша очень перевозбудился, посмотрев мой предыдущий обзор, записал вот серию кружочков даже. Всем привет еще раз, ребят. Я хочу сказать, что у меня наконец-то появился любимый блогер, который делает наши обзоры. Хочу сказать, Любовь, я тебя безумно сильно люблю. Ты просто гениальна, да, Маш? Да, да. Мы просто не можем жить без твоих обзоров и без твоего голоса по утрам. Я теперь во всех соцсетях поменяю свой псевдоним на «Краснодарская Лукошка». Я думаю, это будет гениально. Спасибо тебе еще раз за такую классную идею. Вот я сейчас прошла, проверила, я нигде не вижу, что у тебя написано, что ты «Краснодарская Лукошка». Да, это что такое? Пока не поставишь, я сейчас с тобой разговаривать не буду. Понятно тебе? Перейдем непосредственно к номеру. Буррито – это исполнитель, которого я вообще не знаю, кто это нахрен такой. И я узнаю о его существовании только вот раз в несколько лет, когда происходят какие-то новые фабрики звезд. Да, вот в предыдущий раз, собственно, я его помню с Муз-ТВ-шной фабрики. Вот сейчас он сюда пришел. Кто это, что это? Я честно не понимаю. У него тоже звук очень-очень отрядачный, как будто местами перезаписанный. Опять же, очень много постпродакшна. Звучит прям как фанера. Ну, мне показалось, что номер тоже этот слабоват. Песня какая-то, ну, никакая. Аркаше тут развернуться было негде, показать, да, весь свой потенциал. Он как мог старался-старался, потом слова забыл опять. Аркадий, ну что такое? Ну что? Давай я тебе вышлю коробку глицина. Или что там стимулирует? Мозговую деятельность. Что происходит? Что ты все время слова забываешь? Пиши на ладошке. Лайфхак от ребят с Муз-ТВ-шной фабрики. Помните, там Андрей Белецкий себе на ладони писал и подглядывал, когда с Найком Борзовым пел. Сработало же, так что и вам надо как-то выкручиваться. Там на коленочке себе где-нибудь напишите. Маму в первый ряд с плакатом. Короче, вариантов много. Лазарев снова критикует по делу. Аркадий, забыл? Лепи что хочешь. Не должно быть испуганного взгляда у Аркадий. А Шнуров снова начинает нести какую-то дичь. Третий концерт. Вы уже должны быть без пяти минут большими артистами. Сергей, Сергей, не давите на моего артиста. Это артист из моей команды. Он хочет забывать слова, пускай забывает. Да что это за фигня? Почему такое странное отношение к критике, как будто это какое-то нападение? Как будто кто-то пытается загадонить ваших ребят. Это вообще не так. Я очень надеюсь, что ребята все-таки прислушались к тому, что говорил Лазарев им на этом концерте, потому что вещи на самом деле очень важные и правильные. Портал в нулевые продолжается. Габриэль Александров и Алсу с песней «Буду я любить тебя всегда». Вообще, эту песню, насколько я помню, пела группа Сливки, но вот ее почему-то перепела Алсу с Натаном. Вот сейчас, как выяснилось. Я загуглила. Габриэль приятный мальчик с фирмовым голосом, со всякими фишечками прикольными. Ну вот опять какая-то скука. Вот опять сидишь, и как будто мы не молодежное шоу смотрим, а реально какую-то песню года. Ну помяукали что-то вдвоем, там помяукали, и все на этом. Я еще далее кое-что скажу вообще про большую часть участников и про то, какое странное ощущение от них распространяется. Вот здесь я тоже его поймала. Габриэль в конце вдруг читает стихи Алсу. Вы невероятно красива. Невероятно девушка красоты. И никто бы с вами не сравнился. Возможно, только цветы. А жюри начинают шутить очень не смешные шутки про разницу в возрасте между Габриэлем и Алсу. Просто чего к чему, зачем? Какую мамку я бы хотел иметь, да, вот эту? Мне кажется, саму Алсу не очень приятно было это все слышать. Габриэль, и правда уже становится мало того, что ты просто хорошо поешь. Какое-то такое, знаете, настроение распространяется. Вот я его ощутила после этого номера. Как будто все уже устали. И от ребят, от всех этих, и от шоу. А это только третий концерт. А такое ощущение, что все уже выдохлись. Все, конец, точка, бай-бай. Следующим выступает Саша Филин и Мотт с песней «Не Бруклин». Саше Филину наконец-то поменяли стиль, и он перестал быть похожим на Маликова. Я ничего не имею против Маликова, но Саша Филин – это типичный такой сын маминой подруги, такой с синдромом отличника, с вот этими какими-то танцами, трыц-пырыц, с этими волосиками такой. Вот там еще папа всегда сидит в зале, смотрит тяжелым взглядом. Я не шучу, реально, на все концерты приходит. И вот, наконец-то, какие-то косички ему заплели, какую-то курточку модную надели. Мне кажется, им очень это идет, и внешне, и внутренне. Он пока еще немножко все равно пританцовывает, как корзиночка-коробочка, да? Но шаг, мне кажется, сделан в правильную сторону. Мне понравился этот номер, здесь очень чувствуется, что Саше нравится такая музыка, что ему очень нравится эта песня, и он прям кайфует на сцене. И за счет этого он прям начал как-то раскрываться, что-то вот какая-то энергия из него пошла наконец-то, потому что до этого смотришь на него и думаешь, ну ты же мой хороший, ну да, прям хочется тебя супчиком накормить, дневник проверить, да. А тут уже как-то так, немножко хулиганчик такой вылез, ну пока слегка. Собственно, Лазарев просит Сашу перестать быть сыном маминой подруги, выпустить из себя зверя наконец-то. Вот это не поседы в нас, они прям внутри нас. Чуть-чуть хочется вайба и расслабона больше. Хочется добавить грязи? Грязи, дайте грязи. Да, я согласна, как я уже сказала, не до конца, не до конца он еще, да, вышел из себя, из всех этих рамок и ограничений. Мне почему-то кажется, что у него, возможно, довольно строгие родители, да. Но я, опять же, могу ошибаться, что-то у меня сегодня какое-то реальное настроение всем психологические диагнозы ставить. Шнуров снова кидается в атаку на Лазарева и открывается тот самый матершинный портал. Не думал о том, что услышу от Сергея Лазарева, что ему не хватает хулиганства и грязи. Поэтому я скажу только в завершении одно слово. Те, кому чего-то в вас не нравится. Вот, спасибо. Правильно понимаю, что он назвал Сергея Лазарева пидорасом только что? По крайней мере, именно это слово я прочитала по его губам. А Жуков превращается в Фадеева времен песен на ТНТ. Очень сейчас кайфовал, смотрел номер. Следующее выступление Камилия и Бьянка с песней «Я не отступлю». Я Камилию все время ругала, как вы помните, и сегодня впервые за три концерта она прозвучала очень даже симпатично, потому что ей все время давали какие-то дебильные песни. Сначала «Муси-пуси» или что она там пела, я уже не помню, «С Катей и Лели», где особо не раскроешься. Потом вот этот трэш, кислотный диджей, где ей надо было плясать как не в себя, потому что что-то там петь, хотя петь там нечего. И вот, наконец-то, спокойная, медленная баллада, и Камилия смогла хоть нам показать, что у нее есть голос вообще-то. Тебя ругаю за тебя каждый день. А вот к Бьянке у меня отношения не очень, если честно. Бьянка – это тот артист для меня, который хорошо звучит в записи, а живьем чего-то происходит. Она там пыталась какое-то двуголосие строить и построила что-то вообще не туда, какие-то не те ноты, которые туда должны были идти. Большая часть песни она звучала так, как будто кошку дерут за хвост. Прям очень тяжело было слушать, прям хотелось, если честно, убрать Бьянку и подольше послушать Камилию, которая пела как-то спокойнее, чище, увереннее и приятнее. Вот, Камилия, я тебе ставлю в этот раз лайк. Шнуров и его критика просто потрясают воображение. Мне не хватило в этом выступлении единственного, единственного – это ногтей у вас. Вам обязательно нужны накладные ногти? Обязательно. Не, блин, ну серьезно, да? Ногтей ему не хватило. То есть чего? Это вот это вот комментарий профессионального жюри, да? То есть когда Лазарев дает какие-то замечания по делу, он казео, надо на него набрасываться. А единственное, что может сказать Шнуров, являясь одним из продюсеров проекта, да, музыкальных, это то, что надо было ногти ей налепить. Какой-то у нас начался модный приговор здесь или что, я что-то уже ничего не понимаю. Конкурс, у кого типсы длиннее. Следующий номер – это Софья Полозова и А-Студио с песней «Тик-так». Кэти Топуря в положении, уже прям так прилично, прямо очень-очень видно. Песня этой тоже уже сколько лет, блин, она все ходит с этой песней по «Фабрикам звезд», тоже сколько раз мы ее уже слышали. Ой, страшно представить. Это я уж молчу про то, что песенка еще и не совсем своя, да? Ну, тут уж кто знает, тот знает. Мне что-то не очень понравилось, как Кэти здесь прозвучала. Что-то у нее с дикцией было и какие-то лажи, и как-то ей их не очень-то подправили. Прям тяжело ее было слушать и слова как-то бросала. Пишем все, опять же, на беременность, может быть, в этом дело, потому что вообще петь тяжеловато, когда уже живот есть, это реально так, там диафрагма пережимается, и всякие приколдессы могут случаться. Но зато мне очень понравилась Соня, которая прямо чистенько, стабильненько здесь звучала, у нее очень классный голос, классный такой джазовый тембр. Наконец-то он клево раскрылся, потому что эта песня дает здесь хорошее такое поле для как раз-таки того, чтобы себя показать. Наконец-то мы увидели хоть какой-то номер, хоть какую-то постановку. Соня Аки Майли Сайрус покрутилась, значит, на шаре. Я так поняла, что даже страховки у нее никакой не было, капец, я бы там обкакалась от страха. Глаза, конечно, моментами были напуганные чутка, поэтому ее в основном показывали издалека, но смотрелось очень эффектно, классно, ну наконец-то. А то обычно здесь только танцоры выбегают и на фоне пляшут, и все. Следующий номер Никита Уфимцев, которого зачмырили, да, в этот раз в реалити, в дневниках, и с ним Антон Токарев с песней «Седьмой лепесток». Если я ничего не путаю, Антон Токарев эту песню пел, собственно, на голосе, находясь в команде Шнура. Правильно? Поправьте меня, если не так. По-моему, этот Шнур, собственно, и помог ему придумать вот эту аранжировку, с которой в итоге песня получила вообще новую жизнь, новое дыхание. Антон ее везде теперь поет. Эта песня в его исполнении по-прежнему вирусится во всяких там тиктоках и инстаграмах. Оставляя улыбку и немного слезы. Ой, ну что тут скажешь, конечно. Эта песня совершенно не подошла Никите Теситурной. Это вообще не его тональность, не для его голоса песня. Ему очень низко петь, видимо, там, где поет Антон, поэтому он поет на октаву выше, и звучит это все очень пискляво, крикливо и некрасиво. Прямо как ребеночек что-то визжит, неуверенно, тяжко, тяжко. Мне кажется, кстати, в эту песню тембрально, вот из ребят, подошел бы, как ни странно, Аркаша. Потому что у него голос низкий такой, с хрипотцой, тоже как у Антона. Вот мне кажется, они реально могли бы круто сделать. Никите же здесь, ну вообще, настолько некомфортно, настолько это не его тема, это прямо очень-очень слышится. Никита, он такой очень лиричный парень, лирический герой. Ему вот надо что-то такое без напора, вот без агрессии такой, да, которая здесь присутствует, он немножко вот такой не вывозит. А Жуков говорит то, что я отметила сразу же я для себя, когда включу этот номер, что тональность не подходит Никите. На самом деле, это чуть-чуть не твоя тональность. И здесь как бы вопрос, а вы это заметили только сейчас, дорогие мои? Вы же репетировали, да, вы раздавали эти песни, вы это видели, и что? Какой смысл сейчас вообще об этом говорить уже, я честно не понимаю. Ну а шнур, как всегда, бросается на людей. Дошли всех подальше, кто это вообще такие сидят, что тебе говорят? Скажи, идите вы все, все, пошли. Следующий номер, Тоси Чайкина, моя хорошая, моя звездочка, обожаю. И с ней Семен Полищук с песней в сердце бахнули стрелы. Поют они оригинальную версию этой песни, которая изначально была написана Тосей. Многие знают эту песню в дуэте с Маркулом, но это уже была как бы переработка. С другой аранжировкой, с другими словами. У Семена очень интересный голос, и он очень неплохо им владеет. Мы утонули в метели, и звучали трогать тело, два дурака. И вот обратите внимание, что ему здесь как будто бы тоже высоковато, но он вывозит, и звучит это в итоге прикольно. Он очень красиво это обыгрывает, у него вообще все время такое пение, немножко на надрыве, да, с таким надрывом, с каким-то надломом. И это очень подкупает. Меня прямо даже так промурашило моментами, мне кажется, очень круто вышло. Даже Лазарев растаял. На мой взгляд, это одно из сильнейших выступлений за сегодня. Очень круто. Следующий номер, кринж моей души, кринж моего сердца. Александр Круг и Анна Плетнева с песней «Плохая девочка». Сергей Жуков. Мы когда говорили тут все, что Саше Кругу надо дать что-то другое, что-то абсолютно новое, не шансон, мы имели в виду не это, это вообще что нахрен такое, но давайте сначала посмотрим. Неиздавый бель, твой повелитель, моя голыбель, твоя обидель. Да, Саша Круг держит на поводке пантеру в стразах и голосом Баскова поет «Плохая девочка». Параллельно с этим он пытается давить из себя секс и приставать так к Ане. Аня не может сдержаться и постоянно ловит фейспалмы, отстраняется от него, а жюри просто откровенно ржут. Мне кажется, это самое неловкое нечто, которое я видела за последнее время, а может быть и за всю свою жизнь. Я просто даже не понимала, куда мне деть глаза и уши. Это очень странно, кто до этого додумался и зачем. Просто поиздеваться над ребенком только если. Я удивлена, но Лазарев хвалит этот номер. А вот Егор Дружинин говорит все то, что мы хотели бы с вами тоже все очевидно сказать. Другое дело, что результат, конечно, превзошел все ожидания. Настолько он плохой, настолько он отрицательный. Да, это ужасно, ужасно, ужасно. Других слов здесь нельзя подобрать. Но Саша молодец, что он выстоял до конца этот кринж и отыграл до конца секси-боя с пантерой, с блестками, со всей вот этой херней. Сергей Жуков, остановись. Найди, пожалуйста, какую-то золотую середину в отношении Саши. Не издевайся над человеком. Следующий номер. Аннет Сай и Мария Гордеева с песней Слезы. Я сначала не поняла, что это такое, думаю, какая Аннет Сай, какие слезы, а потом поняла. Это же песня, которая была с саундтреком к пацанкам. Мне нравится Мария. Она со стороны все время производит впечатление о такой очень скромной, замкнутой и как будто бы, может быть, не очень интересной девушке. Но каждый раз, когда она выходит на сцену и начинает петь, она приковывает к тебе внимание, потому что у нее очень крутой голос. И здесь в этом номере она прозвучала как будто бы сильнее, увереннее, стабильнее, интереснее, чем сама Аннет Сай. Тут как будто бы Аннет неопытная девочка, которая пришла спеть с крутой певицей. Ну вот реально у меня осталось такое ощущение и больше я не знаю, что здесь добавить. А у нас, наконец-то, выступление номинантов. И первый выступает Дарья Кочнева со своей авторской песней, которая называется «Между нами осень». Даша продолжает толкать свой ракешник. Что-то выключилось, да? Что-то выключилось. Ну да, ладно. Даша продолжает толкать свой ракешник. Хочется сказать, что Дарья очень в этом органично. И мне показалось, что песня очень симпатичная. Мне прямо очень понравилась. Возможно, это не то, что мне хотелось бы прям добавить в плейлист и слушать. Мне кажется, что я как будто бы немножко это переросла уже. Но мне кажется, что вот для девчонок более юных, может быть, для подростков, эта песня очень даже классная такая, да, передающая всякие душевные переживания и все такое. К слову, эта песня уже была выпущена ею в 23-м году. Так же, как и «Седая ночь» Полины тоже уже была выпущена. Многие мне писали про это, удивлялись, пытались какие-то расследования вести. Ребят, в этом как бы нет никакого секрета, да. У многих ребят уже выходили песни в большом количестве. И здесь, типа, как бы в этом шоу не запрещено брать эти песни и исполнять. Вот. В случае с Полиной ей, там, Жуков аранжировку поменял. Здесь, не знаю, меняли они что-то или нет. Жюри снова начинает нести какую-то хрень. У меня к вам вопрос. Зачем вам «Фабрика звезд»? В смысле? Это невероятный опыт гигантский. Мне кажется, вы уже сложившийся исполнитель на самом деле. Если вы пишете такие песни, если вы так вольготно и свободно себя чувствуете на сцене, если вы понимаете, в чем ваш стиль, понимаете, о чем вы хотите говорить, у вас уже, мне кажется, все хорошо. Что, типа, слишком хорошо получилось или что? Я, честно, не понимаю. То есть, ей надо было вести себя неуверенно, чтобы ее обосрали и сказали «да». Тебе есть чему поучиться или что? Очень странное замечание сегодня на этом концерте. Далее выступает Эстер с песней «Осколки». И, оказывается, это тоже песня, которую она написала самостоятельно. Но эта песня очень сильно что-то напоминает. Это как будто компиляция, знаете, вот хитов Уитни Хьюстон, Марай Керри, Селин Дион, вот что-то такое. На стенах миражей, я не слышу их голоса, а внутри все дрожит. Эстер поет «Внутри все дрожит», но на самом деле дрожит только ее непоставленный голос. Простите меня, конечно, но да. Слышно, что не занималась она никогда вокалом, или начала недавно, или занималась, но очень мало. Слышно, что она вообще не понимает, как петь, куда петь, как владеть своим голосом. При этом у нее есть данные. И она яркая девочка, она красивая, она супер пластичная, танцует, она вообще супер. И у нее есть голос, у нее есть слух, но очень много надо работы. Я не знаю, Эстер, если ты вдруг увидишь тоже это видео, я все это говорю не для того, чтобы тебя обосрать, там как-то с ног до головы, не для того, чтобы ты обиделась или расстроилась, наоборот. Я это все говорю к тому, что у тебя очень большой потенциал, но его нужно развивать, нужно очень-очень-очень много заниматься. И если у тебя будет желание и сила это делать, то ты можешь превратиться просто в суперзвезду в будущем. Вот это мое мнение. Гарик честно говорит, что ноты куда-то ушли, покинули нас сегодня. Следовало бы обратить внимание больше на вокал, потому что это вокальная песня. Особенно в конце вы начали вот как-то отходить от нот. И в итоге все очень как-то неловко пытаются оправдать то, что Эстер не очень может петь. Но я сомневаюсь, что кто-то из них, в отличие от Эстер, сможет станцевать и спеть. У человека было несколько дней, и вот уже номинация, понимаете? Лазарев даже вообще ничего не сказал в этот раз. Из-за этого сложилось ощущение, что все как будто бы оправдывались перед ним, потому что он сидел с таким лицом, немножечко офигевшим. Ну и последний номинант на сегодня это Вадим Гладков, он же Терминатор, с авторской песней под названием «Прочитай меня». Я каждый раз говорю, что я не понимаю, как он там оказался, каким образом он прошел кастинг, потому что помимо того, что он поет никак и очень лажает, он еще и совершенно не харизматичный, на мой взгляд, на мой вкус, он совершенно какой-то вот просто никакой тоже. Вот дерево, вот просто деревянный парень. Песня какая-то очень нафталиновая на мой вкус, очень странно от молодого парня слышать такие вот обороты, вот это тут даже записала себе. Я тебя отвоюю, я закатом прольюсь, там что-то с морями к берегам прибьюсь. Что вообще? Такая песня, которую как будто написал уже поживший мужчина такой, да, зрелый, который уже все повидал, и закаты, и приливы, да, как говорится. Плюс очень много нот было мимо, либо рядом, ну, в общем. Помимо всего прочего, да, энергетика у него просто нулевая, он настолько вот просто никакой, настолько пустой. И вот то, что я хотела сказать. Вы обратили внимание, что эта проблема повсеместная, что этим страдают здесь почти все, и это так странно. Мне хочется прямо сказать, ребят, вы чего? Вы же все молодые, совсем юные, многие вообще еще подростки. И такие пустые все, такие пустые глаза, такая какая-то грусть вселенская, такая печаль какая-то невозможная. Где задор, где запал, что с вами будет дальше? Я открою вам маленький секрет, но чаще всего после 25 лет становится очень грустненько, и у многих огонечек внутри тухнет. И все становятся такие серьезные, да, уходит этот запал. Я вот по себе замечаю, насколько я была другая 10 лет назад, 15 лет назад, насколько вообще даже взгляд другой, потому что очень много огня. Но он с возрастом реально горит все меньше и меньше, либо горит только для каких-то конкретных людей, а не для всех. А что же будет с вами, если у вас даже не зажглось до сих пор, да? Вопросики. Гарик после его выступления прямо выходит из себя. Ну вы смотрите на меня, вот вы все втроем, и сверлите меня взглядом, мол, чего ты там кряхтишь и обращаешь внимание на эти ноты? Потому что это вокальный конкурс, черт побери. Подождите, вы же в прошлый раз все там говорили, что у нас тут не вокальный конкурс, а фабрика звезд. А теперь оказывается, что все-таки надо в ноты попадать, да? Но ничего ж себе. Больше всего бесит шнур. Такое ощущение, что у ребят слева есть партитура этой композиции, и они смотрели ноты какие, кто куда попал. Причем здесь партитура? У ребят слева просто есть уши, и эти уши завяли слегка, вот и все. Также тут не хватало Лазарева, на самом деле, который пришел, и наконец-то честно всем все сказал. Я еще раз повторюсь, что я надеюсь, что все ребята его услышали, потому что он все говорил по делу, и все это очень важное замечание. И для меня до сих пор непонятен формат судейства здесь. Здесь просто его нет. Просто все сидят и хвалят каждый номер, даже если этот номер был ужасен. Иногда только вдруг Егор Дружинин что-то говорит, и все на этом. Ну что, самый трепетный момент, кто уйдет, кто останется. Опять же, не буду тянуть. Жюри спасли Дашу Кочневу. Она присоединяется к команде, и у нас остается Терминатор и Эстер. Ребята должны выходить, отдавать свои звезды. Ну, короче, классика. Пенте, видимо, учится на своих же ошибках, потому что в этот раз каждый выходящий не молча сует звезду, а что-то говорит. Спасибо. Но мой выбор такой. И по итогу Эстер и Терминатор набирают поровну звездочек. Боже, какая интрига. Рассудить их должна Даша Кочнева, да, логично. И оставляет. Тогда я буду сегодня отталкиваться только от выступлений. Для меня это очень странный выбор, если честно. По-хорошему, они оба прямо слабые. Очень. Что Эстер, что Терминатор. Но если бы я выбирала, я бы, конечно, оставила Эстер. Потому что, да, она, конечно, вокально очень слабая, но у нее есть потенциал, у нее есть талант. И у нее есть огонек. Тот самый, про который я говорю. Она классно танцует, двигается, она яркая, у нее горят глаза. И Вадим, который просто ни рыба, ни мясо. Я не знаю, я реально не понимаю, как вообще это нафиг возможно. Он как будто просто вот мимо проходил и случайно туда попал. Вот у меня только такие ощущения от него, извините. На этом сегодня все. Вот такой концерт. Что скажете? Кто вам понравился, кто нет? Мне показалось, что слабоват был этот концерт. Очень много было скучного, проходного. Номинантские песни все. Ну так. Ну вот Даша Кочнева, да. Окей. У нее песня хорошая. И сама Даша, в принципе, прикольная девочка. Из дуэтов, наверное, самым лучшим был Семен с Тосей Чайкиной. Я не знаю, что сказать. Какие-то странности творятся. Я очень надеюсь, что ребята как-то встрепенутся. Они реально как-то, как будто уже выгорели. Все только началось, а им уже надоело. Вот как будто ни у кого из них нет никакой мотивации вообще победить. Нет никакой мотивации двигаться дальше. Может быть, это в частности связано с тем, что они все непростые, как мы выяснили, да. Что они все уже и на сцене побывали. И все у них уже есть. И песни они навыпускали. Для них все происходящее, это не что-то новое, да. Вспомните фабрику. Да, на фабрике всегда были, конечно, блатные ребята. Но были и ребята с улицы. И они приходили, и у них крышу сносило от того, что на них обрушивалось вот это вот все. А здесь они такие, ну да, ну такое. Ох, не знаю, разделяете ли вы мои мысли. Напишите в комментариях, я все читаю. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк этому видео, написать парочку комментариев, поделиться этим видео в соцсетях, чтобы его увидело как можно больше людей. А я с вами прощаюсь, но ненадолго. Совсем скоро мы с вами встретимся здесь вновь в новых видео. Все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok